привет всем мои хорошие приветик с вами Dolce Vita очень давно не снимала видео такие болтологические есть у меня вопросы на новую болталку наливать себе чай кофе вино кто что смотря какой день недели какое время суток но я выпью кофе с вами кофе это мой наркотик я должна от него избавиться обязательно потому что дома я пью очень много кофе на сицилии я позволяла себе три чашечки в день не более до 33 раза вот а дома что-то меня понесло переделала сейчас все дела которые должна была сделать приготовила обед и все быстренько быстренько хочу с вами болтать снять видео поэтому даже маникюр вернее покрытие лака не было да кстати о лаке делаю себе шелак у ее девочки не знаю у меня пять дней продержался это вот как это гелевое покрытие да совсем плохо стал откалываться на указательных пальчиков почему-то все остальные нормально дальше мне очень очень быстро рос ноготь и вот это вот разница настолько некрасивая ну и плюс я не знаю почему вот именно на указательных я все даже если был контакт с водой я одевала надевала перчатки ничего не спасло поэтому и ногти честно говоря стали очень мягкими но мягкими стали подпортились но не страшно может быть еще попробую если кто-то делает шелак напишите мне напишите какие может быть марки я должна вот сейчас скажу а я забыла ки на букву к какой-то по немецкой профессиональная вот это вот косметика для ногтей лаки так далее забыла кида кида по моему в общем надо попробовать и может напишите в общем знаю что рима делаешь ты мы с тобой же обсуждать этот вопрос но может еще девочки кто-то знает делать не делать чем делать хочется две как как говорит как говорится заявляет производитель до две недели ходить но к сожалению пять дней нет не дело не в деньгах а там 30 долларов не в деньгах а дело в том что то что потом ногти не не такие в общем дело в том что пять дней лучше я покрашу лаком вот поэтому ладно сегодня отвечаю на вопросы четырех девушек алиса саваш ольга ведущего алини атина одно слово поэтому алини атина наверно и олеся f ну давайте начнем кстати еще раз огромное спасибо всем вам за ваши поздравления этот день рождения для меня был особенным потому что как бы столько новых вас вот друзей подруг моих да мне было приятно каждое сообщение было своим особенным не было шаблонных мне было приятно я чувствовал каждую из вас большое вам еще раз спасибо еще раз повторюсь что это день рождения был особенным и благодаря вам и так алиса саваш задает мне вопрос что думаете об интернациональных отношениях ай машина кофе кофемашина отключается ну извините за шум уже что думаете об интернациональных отношениях браках и за или против и гражданского но выключайся быстрее пожалуйста белонге она всоливает воду в общем тро час выключите раз два три окей и что я думаю про гражданский брак за или против давайте сразу так интернациональные отношения я думаю что это прекрасно если два человека нашли друг друга и абсолютно не имеет значения какой но что они живут в разных странах значение здесь имеет смогут ли эти люди ужиться сойтись ведь у них разный менталитет ведь они воспитывались не то что в разных семьях да просто в разных частых религиях да если мы берем там мусульман то для них вообще религия это как можно сказать образ жизни да вот ну я не беру сейчас прям тему религии поднимать но вы меня должны понимать да что разные религия разный менталитет это уже это уже все это база человека это сформировавшееся это то что не уберешь то что не исправишь так вот здесь вопрос такой смогут ли ужиться эти люди да смогут ли они создать семью и жить дальше гармоничных отношениях ведь порой люди с одной страны да с одного скажем так двора могут просто не понимать друг друга и ничего у них не получится даже если они там допустим пожениться то есть проблема возникает везде что я думаю могут ли быть большие проблемы в интернациональных браках более чем наших нет здесь все как конкретный случай имеется ввиду имеется ввиду конечно зависит от конкретных отношений от конкретных людей если мы берем италию и белоруссию да или там виталию россию то есть скайп стал работать что-то мне сегодня мешает там так вот если мы берем русскоязычные нации да бывший союз и италию например или испанию францию тоже хотя не знакома с французами какие вот они именно по менталитету но в принципе это все европейцы да что здесь мне кажется здесь отличие конечно есть отличие если копнуть они такие глубокие да но здесь все зависит с какой семьи вышел данный европеец и данные данная девушка бывшего союза вот все базируется чисто на семье понимаете если это вот если они оба с нормальной семьи где родители уважали друг друга где есть дружба между братьями и сестрами где в общем где взросшены да такие как сказать ценности да ценности брака ценности любви ценности помощи друг друга ценности доверия вот это все вот такое да что на сегодняшний день теряется вообще в отношениях вообще теряется брак сегодня изживает себя однополые браки завоевывает мир это вообще безумие так вот если два человека с плюс-минус одинаковых вот таких вот с одинаковых семей с одинаковыми устоями такие интернациональные браки они они прекрасны просто прекрасны другое дело если вот да если случаются случаи да случаются случаи болта каламбур если случаются такие ситуации когда абсолютно разные люди да вот даже возьмем такой явный яркий пример наталья как ее там модель это известная наталья вспомните девочки такая с новгорода да и лорд да они нарожали детей ну но но все равно брака жил себя это абсолютно два разных сословия и ничего там не могло получиться никогда дабли рождены дети но потому что это естественный процесс когда женщина спит мужчина да не предохраняясь вот причем трое детей помощи с у нее четвертый уже другого человека ну не в этом дело водяного водяного вот два разных сословия а если вот сословие одинаковые а если уровень жизни одинаковый а если семьи более-менее одинаково все будет классно есть такое понятие найти свою вторую половинку та 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 конечно 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 это все имеет место быть имеет место быть но 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 влюбленность она такая проходит и отношение к интернациональным интернациональным бракам абсолютно хорошее отношение вот я не нашла свою любовь в италии да хотя вы знаете там жила и так далее работала но нет оказалось знаете есть такой пум когда поговорка что-то или выражение что кого-то как-то со своего двора то есть или любовь под под боком да что-то такое ну ладно не важно вот в общем абсолютно хорошо отношусь и могу даже сказать что я рада за тех людей за тех девочек которые вот нашли свое свою вторую вторую половину за границей родили деток и живут нормально вот поэтому если глубоко копнуть конечно же здесь немножко ситуация сложнее например если люди разводятся да то ребенка просто так не отдадут без согласия отца до 18 лет он должен находиться ну то есть не должен находиться он не может покинуть территорию допустим италии да и уехать с мамой ну как-то так такое там что-то то есть сложнее при разводе допустим с детьми ситуация вот нежели если там жениться два человека ну одной национальности хотя бывают там сложности вы знаете много разных процессов там известных каких-нибудь миллионеров которые забирали своих детей от матери и вообще это ужас вот поэтому я вообще очень хорошо отношусь вообще к браку как понятию потому что он исчерпывает себя и сживает вот и поэтому к интернациональным бракам тоже хорошо отношусь единственное чтобы вот женщина не попала в какую-то ловушку выйдя замуж там не не знаю в мусульманскую страну да или что-то в этом роде вот я за то чтобы все было по любви по согласию считаю что это прекрасно если кто-то нашел свою судьбу не в своем дворе да они в своем городе скажем так и не в своей стране главное чтобы этот брак ну как бы не исчерпал себя как любой брак да чтобы чтобы шло продолжение чтобы было чтобы была гармония чтобы люди развивались друг с другом ну в общем это такая очень 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 глубокая тема вообще тема брака вот ну интернациональные отношения абсолютно хорошо отношусь и приветствую приветствую любовь потому что любовь она это зерно которое сеет плоды вот и что я думаю о гражданских зале против ну как вам сказать сегодня когда у меня сегодня когда у меня есть маленькая дочка да я конечно же скажу я вообще всегда была против этих сожительства вот этого да против того чтобы люди жили вместе но а как можно говорят надо пожить вместе чтобы узнать человека получше нет безусловно в быту вы узнаете человека это безусловно вы увидите его привычки вы видите бросает ли он там грязные носки закручивает ли он тюбик от пасты все эти мелочи как вы это все увидите да но поверьте вот женитьба когда мужчина официально печать становится мужем и просто жить вместе две разные вещи вот я не знаю еще ни одной женщины но правда которая бы сказала ничего не изменилось изменится и очень много изменится и вы изменитесь вы в качестве жены будете требовать более большего да это неплохо это норма понимаете о когда узакониваются в наши отношения и создается брак это своего рода новый этап жизни любой пары и пусть мне тысячи раз скажет нет ничего не меняется скажут те кто просто не жил гражданском браке а даже не в гражданским то сожительство называется да а гражданский брак это именно есть и брак после росписи вот люди скажут те которые вот правда либо которые пожили месяц и поженились вот либо который вообще не поженились оживут гражданским браком и говорят что им это не надо я могу сказать лишь одно я не против я не за я просто пусть и ту я сказала бы надо смотреть по ситуации смотря какой возраст этой пары да если это совсем молодые люди безусловно первая любовь да детки рожденные в 20 лет ну это в принципе часто заканчивается разводами но никто не застрахованы в 30 лет жениться потом развестись это все от ситуации зависит понимаете например в гражданском браке я против того чтобы женщина была таковы знаете фопа и положение ожидания 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 когда же он предложить такого не должно быть женщина либо должно сама хотеть хочу пожить посмотреть и два партнера сходятся до мужчины никогда не будет против скажем так против того чтобы пожить вместе мужчина скорее всего будет бояться но не то что боятся некоторые боятся некоторые просто немножечко медлят медлят с именно со свадьбы ну то есть с браком официальным вот поэтому тут нужно смотреть ситуацию я не против я не за я могу лишь сказать что вы никогда не узнаете человека просто сожительство и живя с ним нет вот когда это будет ваш муж а вы будете жена и будут одеты я вот часто кстати не ношу обручальное кольцо раньше носила сейчас мы не носим вот это вот честно не имеет значения но мы с мужем уже извините 9 лет почти мы прошли огонь и воду медные трубы вот может быть когда-то я и расскажу свою историю вот она очень интересная она она вообще наверно мне кажется так вот то что было у нас это кажется из ста процентов но может быть один процент так вот такое бывает ну в общем женщина не должна ожидать страдать ждать как собачка нет гражданском браке оба решили пожить пожили понравилось понравилось не понравилось ну что делать но я не против я не за такая тема знаете обширная алиса на нее можно говорить бесконечно хотела бы я чтобы моя дочка пошла жить с кем-то не будучи замужем этим человеком знаете я бы наверное ей сказала дочь а вы встречайтесь а ты смотри а вы проводите уикенды вместе вот это да ну зачем жить зачем женщине начинать готовить зачем не нужно стирать зачем мне нужно превращаться вот эту домохозяйку просто так потому что мужчине удобно вот это я я против такого а если женщина сама прям стремится пожить ну иди поживи но честно говоря больше против чем за но повторюсь все зависит от ситуации от возраста пары если 30 лет люди решают пожить вместе есть такие пары которые вот мне рассказывают живут и с детьми и в браке этом но это иностранцы у них все по-другому понимаете в италии если пара живет и рожать детей там все то же самое как если бы у них был штамм точно так же будет делиться имущество точно такие же алименты муж будет платить и то же самое как говорится отдавать жене как если бы у них была роспись официальная вот в странах бывшего союза что дает гражданский брак честно говоря не могу я не знаю что он дает да ничего вот правда он не дает он либо дает женщине вот такое вот такую ситуацию такое такую роль ожидания да я не знаю затягивать на годы гражданский брак нет может быть полгода и все полгода но опять же понимаете мужчина пользуется этим очень часто и что тут скрывать и и противоречить я думаю вы мне не будете мужчине очень удобно гражданском браке жить ведь женщина браке она в принципе хозяйка очага да в принципе есть конечно оба бизнесмена работают приехали домой там поужинали а может быть поужинали где-то в ресторане приехали там легли спать и на утро опять разъехались но это единичные случаи в основном что происходит женщина начинает готовить убирать превращаться вот в эту домохозяйку да помимо того что она еще работает мужчина просто хорошо живет устраивается вот я против я своей дочке такого не хочу вот я бы хотела уикенды проводить со своим молодым человеком уезжать на два дня на три если вы хотите уезжать и на на неделю отдыхайте вместе вот узнавайте друг друга так но вот это вот долгое сожительство нет девочки мне кажется нет нет они не бросайтесь в омут головой не бросайтесь мужчины они такие если вы им нужны если же мужчине нужна женщина поверьте даже если она с ним разведется он сделает все чтобы она снова вышла за него замуж вот в этом я вам даю сто процентов это как гарантия понимаете как что алиса я на ваши вопросы ответила вот как смогла ольга видящего почему переводчик вы спрашивали меня как я пришла к этому почему выбрал эту профессию вот и как и как я в принципе отвечала вам в комментариях ну скажу еще раз коротко чтобы уже может быть девочкам было интересно с детства где-то след по 7 9 над моей кровати висела карта мира все страны из физическая карта мира да по-моему она называется странно сам со столицами так вот я лет девять десять 10 например знала все страны с их столицами но за исключением вот всех государств африки я знала латинскую всю америку всю европу я могла назвать сходу любую вот мне говорят страну я говорю столицу либо мне говорят столицу я говорю страну я очень любила путешествовать даже в детстве мы любили сесть в какой-то неизвестный троллейбус ну представляете 10 летние дети сели там троллейбус номер пять куда он идет мы не знаем вот и это тоже было для меня путешествие а потом путешествие с родителями а потом я закончила инъяс кстати да почему я пошла в инъяс у меня был испанский язык в школе абсолютно простая школа я закончила школу с медалью никаких привилегий в девяносто пятом когда я закончила школу не было чтобы там поступать в институт без экзаменов либо там какой-то балл начислялся такого не было я сама поступила в инъяс в минский государственный лингвистический университет на испанский факультет отучившись пять лет процессе учебы практика практика в испании была после уже только в италии и вы знаете вот эти путешествия не меня затягивали затягивали все и я стал таким вольным переводчиком мотающимся по миру да вот так вот по миру в италии живущая в общем я такая вообще слово моё имя оксана от греческого ну оксана ксения от греческого ксенус ксенус по моему так что обозначает путешественница чужестранка поэтому все не просто так вот и стала я таким вольным переводчиком почему ну вот и плюс еще гуманитарий у меня всегда была склонность к языкам это ольга ведущего задавали мне вопрос постоянная зрительница